Мне кажется, что на международную обстановку влияет цепь разных событий, то, что происходит. Тогда начинается влияние. Одно выступление вряд ли сможет повлиять на международную обстановку, но оно необходимо для того, чтобы дать возможность вступать в диалог, попытаться предложить диалог. Вот есть такое замечательное выражение, что диалог, имеется в виду сценический диалог, это петелька и крючочек, петелька и крючочек, петелька и крючочек. И так выстраивается узор того диалога, который намечен тем человеком, в чьих руках находится петелька и крючочек. Этот человек, как мне кажется, Господь Бог. В его руках петелька и крючочек. А вот крючочек и петелька должны сами понимать, как они зацепят друг друга. Не сделают ли они больно, когда будут вот эту вязь плести? Понравится ли им то, что из этого выйдет? И вообще, что они хотят, чтобы из этого вышло? Какой рисунок? Можно ли будет потом эту вязаную скатерть постелить на стол так, чтобы все гости приходили посмотреть на эту удивительную вязь? Или скажут, нет, в этот дом ходить нельзя. Там безобразные, там швы, там все плохо. Нельзя изменить международную обстановку каким-то одним выступлением. Но если это выступление сделает предложение к дальнейшим выступлениям других людей с точки зрения взаимопонимания, это обязательно должно быть. Я думаю, ради этого глава государство идет не для того, чтобы диктовать миру свою точку зрения. Точка зрения государства, она уже определилась целым рядом поступков нашего государства. А это слова. Если помнишь, Евангелие от Иоанна начинается фразой «Первым было слово». Вот надеемся, что это слово, которое президент произнесет с трибуны ООН, будет слово «предложение для нормального диалога». «Предложение для нормального диалога».